Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня мы поговорим о недавно открывшихся постах качества в лечебных учреждениях города Одинцова. Что это такое и для чего они открылись? Сегодня нашими экспертами в нашей студии будут Андрей Васильевич Фадеев, зам по полиглинической работе Одинцовской ЦРБ. Здравствуйте! И Инесса Евгеньевна Тренина, директор межрайонного филиала Фонда обязательного медицинского страхования. Здравствуйте, Инесса Евгеньевна! Что такое посткачество? Посткачество – это, прежде всего, помощь. Помощь лечебному учреждению, помощь застрахованному, помощь нам, как пациентам. Если у нас возникают какие-то проблемы при обращении в поликлинику, мы чего-то не знаем, мы можем обратиться на этот посткачество. И нас там достаточно квалифицированно проконсультируют и ответят на все наши вопросы. И помогут нам дежурные врачи из страховых компаний. Также они принимают, так сказать, со всеми вопросами не только нас, как пациентов, но и самих врачей лечебных учреждений. Потому что в этом потоке информации, который у нас идет, бывает иногда достаточно сложно разобраться. Тем более, что каждая ситуация индивидуальна, и по каждой ситуации надо проработать. Поэтому было принято такое решение опробировать на территории нашего 10-го округа работу постов качества. Пока они открыты у нас в пяти поликлиниках Одинцовского района. Ну, точнее, именно города Одинцова. Да, Одинцова, да. Мы планируем вот с июня месяца уже расширение на весь округ. То есть это будет и Голицынская поликлиника, и Никольская больница. Там будет открыт пост качества. И со следующего уже месяца мы планируем охватить такие территории, как Власиха, Краснознаменск и Звенигород. То есть я правильно понимаю, что Одинцовский территориальный округ, Одинцовский район в этом случае выступает экспериментальной площадкой? Да. То есть мы первые ласточки в Московской области? Да, мы первые ласточки в Московской области. Мы хотим отладить вот этот контакт между страховыми компаниями, между лечебными учреждениями, между пациентами. Чтобы люди, ведь у нас как частенько бывает, человек не знает, куда ему подойти, не знает, у кого проконсультироваться. Или стесняется позвонить на горячую линию, хотя в каждом лечебном учреждении на стендах висят телефоны горячей линии, где он может получить совершенно бесплатно консультацию, как медицинского, так и юридического характера. Это телефоны и страховых компаний, и фонды обязательного медицинского страхования, и управления здравоохранения, и Минздрава Московской области. То есть все те службы, которые работают на благо пациента. Вот поэтому мы, так сказать, пытаемся приблизить наши страховые компании ближе к работе с пациентами. В дальнейшем мы думаем, что и сотрудники филиала фонда будут участвовать в этом приеме, так сказать, чтобы больше контакт был. Ну а пока можно обращаться, конечно, и в филиалы фонда обязательного медицинского страхования, которые мы работаем в общем-то в открытом режиме и всегда отвечаем. Всегда готовы прийти на помощь. Ну вот все-таки, Андрей Васильевич, почему назрела необходимость открыть такую программу, открыть посты качества в лечебных учреждениях? Администрация Центральной районной больницы, в том числе, вернее, в лице главы врача Минздрава Минздрава Александровна, старается повысить качество оказания медицинской помощи, сделать ее более доступной. Мы поэтому поддержали в полной мере инициативу нашего территориального управления, когда нам положили посты качества, чтобы люди могли напрямую обращаться и в режиме реального времени можно было этот вопрос решить. Сейчас посты качества размещены пока в пяти поликлиниках в городе Одинцово, в двух детских поликлиниках и в трех взрослых. Мы также планируем это начинание, так скажем, перенести на остальные амбулатории по Лицовскому району и также остальные краски, там уже поликлиники, может быть, в третью тоже и так далее. Ну, может быть, о результатах пока говорить, но тем не менее, они оправдывают и свое название, и, в общем-то, то, ради чего они были открыты. Ну, люди обращаются на посты качества, мы тоже ведем анализ этих обращений, чтобы в будущем уже подобные ситуации больше не возникали. Как работают посты качества, есть ли у них режим работы, и кто те люди, которые помогают пациентам, помогают врачам, в общем-то, разбираться в достаточно сложных вопросах? Ну, пока работают у нас в режиме понедельник-среда, планируем запустить еще пятницу. Значит, принимают представители страховых, пока двух страховых компаний у нас, это САГАС страховая компания и Медстрах. Принимают врачи-эксперты, то есть люди грамотные в правах, в организации защиты прав застрахованных. Люди, которые медики, то есть они знают медицинские вопросы и юридическую сторону, также они знают, так как являются врачами-экспертами. Они принимают не от имени конкретной страховой компании, они принимают от имени всей системы обязательного медицинского страхования. То есть в будущем планируется, что к нам присоединятся другие страховые компании, которые работают в Московской области, что они также заинтересуются нашим начинанием и потихонечку подтянутся и вольются. Тогда у нас будет больше возможности, конечно, расширить, охватить, больше охват сделать. Андрей Васильевич, с какими вопросами обращаются чаще всего на посты качества? Что волнует людей? Чаще всего волнует, смогут ли они получить помощь в том объеме, в котором они хотят ее получить. То есть спрашивают, будет ли бесплатная данная услуга, мне оказана или мне придется заплатить. Еще сразу сказать, что у нас все услуги, которые показаны людям при обращении, они не оплачиваются, они все бесплатные. То есть человеку, любому обратившемуся, независимо, где он проживает, если ему показано, сделать МРТ, КТ, любую точную диагностику, ему все это будет сделано. Конечно же, включая все анализы, все консультации специалистов, то есть все в полном объеме. Но опять же, это все на усмотрение врача. То есть не может так, допустим, пациент захотеть какое-то пройти дорогостоящее лечение, ничем не подкрепив? Конечно. То есть для того, чтобы человек мог пройти это обследование, необходимо, чтобы у него были для этого показания. Эти показания четко оцениваются врачом. Если пациенту показано, мы это не выполняем. Если, соответственно, ему не показано, то пациенту об этом будет объяснено. У нас, мне кажется, очень часто у людей сразу на подобное, когда звучит медицина у нас вся бесплатная, и, в общем-то, каждый человек может спокойно воспользоваться бесплатно, пройти любую диагностику, любой обследователь скажет, ну, это все неправда, вот мы приходим, вот где-то там, значит, тут заплатить нужно, за это заплатить, это чего-то нет. Вот в таком случае, если люди сталкиваются, пациенты, неважно где, в Одинцовских поликлиниках, в других поликлиниках, в такой ситуации, что им нужно делать, Инесса Евгеньевна? Ну, прежде всего, у нас, так как мы являемся все застрахованными гражданами, да, Российской Федерации, у нас у каждого есть полис обязательного медицинства страхования. Нам выдавала его страховая компания. Значит, прежде всего, пойдем тут полис, посмотреть телефон страховой компании, который там указан, и позвонить, и проконсультироваться. Не надо этого бояться или стесняться. Вот, человек имеет право... Это нормальная практика, но можно уточнить. Да, это нормальная практика, уточнить. Действительно, обязан ли я платить, или это мне, значит, положено сделать бесплатно. Вот, и там вам, естественно, грамотно все объяснят. Второй вариант, который я уже говорила, у нас в каждой поликлинике висят телефоны горячей линии, причем всех уровней, достаточно высоких уровней, это Минздрав Московской области, это Территориальный фонд Московской области, по этим телефонам также можно позвонить и проконсультироваться. Но самое главное, вот вы абсолютно правильно задали вопрос, все-таки показания каким-либо исследованием определяет лечащий доктор, только лечащий доктор, а не мы сами. То есть лечащий доктор оценивает наше положение, наше состояние, и он назначает нам все анализы, все обследования, все исследования, а не сам пациент. То есть вот это надо четко понимать пациентам. Ну и в общем-то сейчас действует, как и раньше, в советское время, программа, когда отправляют бесплатно в санаторий на лечение, на какие-то сложные диагностические лечения, реабилитационные лечения, да, Андрей Васильевич? То есть действует программа, все-таки кто ей может воспользоваться и что нужно для этого? При обращении к врачу-терапевту, в врача-терапевке есть список санаторий, в которых он может направить данного пациента, и, соответственно, по нозологии он направит тот санаторий, где ему реально смогут помочь, либо на лечение, либо на реабилитацию. То есть это... И все это бесплатно? Все, вот я еще раз подчеркиваю, бесплатно, то есть 21 день, как это было когда-то, приезжают, проходят лечение в специализированных учреждениях и возвращаются отдохнувшими полными сил домой. Вы опять правильно сказали, проходят специализированные лечения. Это не сам кор, как было раньше, это именно лечение. Поэтому, опять-таки, определяет направление лечащий доктор-терапевт, который направляет на медицинскую реабилитацию, на лечение этих пациентов в санатории, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. И для пациента это абсолютно бесплатно. Я думаю, что сейчас все зрители, которые смотрят нашу программу, они могут с легкостью, с легким сердцем сказать о том, что, конечно же, за последнее время ситуация с очередями в лечебных учреждениях города и Одинцовского района, она улучшилась. Как все-таки вам удается этого добиваться? Я знаю, что это еще не предел. Цели стоят такие достаточно масштабные, и вы к ним идете верно, потихоньку, но, в общем-то, твердыми шагами. Спасибо, что вы заметили, что он стал в самом деле уменьшаться. Мы для этого прилагаем большие усилия. Мы активно вводим запись через интернет, мы активно вводим запись через информаты. В настоящее время запускается код-центр для того, чтобы человек мог записаться, не выходя из дома. То есть мы делаем таким образом, чтобы помощь была более доступной, чтобы пациент мог записаться, не приходя в поликлинику, не оставив несколько часов в очереди. И мы сейчас видим же наши первые плоды нашей деятельности. То есть сейчас уже очень существенно уменьшились, в том числе даже в таких пиках в поликлиниках, как первая и детская поликлиника Ноговорова. Очень существенно уменьшились. Записаться в корчан стало намного проще. И я думаю, что с введением колл-центра, когда будет единая запись по всему Денцовскому району, наша проблема будет, наверное, с очередями полностью решена. А как же вот люди привыкли, пришел в регистратуру, получил карту, обязательно тебе дали в руки какой-то талон, да, такой большой-большой листочек, и ты идешь с ним к врачу. Теперь, получается, не нужно его получать, то есть у тебя есть определенное время, в которое ты должен явиться на прием уже непосредственно к кабинету своего врача. Да, сейчас, если вы записались заранее по телефону, либо через интернет, либо через информат, вы поднимаетесь сразу напрямую к доктору. То есть у доктора уже есть список, вы записаны на определенное время, и вас примут только по этому времени. Если вы сейчас записались через регистратуру, то вы получаете талончик, правда талончик будет не такой большой, это будет талончик по типу чекового принтера. Он будет маленький, он будет быстро напечатан, и будет вам выдан на руки. Тогда карту вам нужно будет заказать, то есть если вы обращаетесь день в день. Если вы записались заранее, то карту вам заказывать будет не нужно, она будет уже у врача. То есть все для удобства. Мне кажется, что с нововведениями стало меньше звонков и на горячую линию, и, наверное, фонды обязательного медицинского страхования по этим вопросам. Потому что очереди были большие, и, конечно же, это был очень самый такой больной вопрос. Мы на это надеемся. Андрей Васильевич, а что происходит с тем временем, когда пациент записался, ну, предположим, в час дня он записался на прием к терапевту? И не пришло назначенное время. Это время пропадает? Да, это время пропадает. То есть никто не может уже его занять это время? Нет. То есть у нас на определенное время записано один пациент. Если человек не пришел, и мы об этом не знаем, не сняли его с приема, то это время пропадает. Врач на это время не права никого больше вызвать. То есть, если, конечно, у него будет сидеть под коридором, под кабинетом, будет очередь сидеть из нескольких человек, которые, может, пришли по другому вопросу, там, по управлению, по нижней листам, либо по повторной записи, он может его пригласить. Но если людей нет, а мы сейчас стремимся к тому, чтобы люди не приходили просто так и не сидели в живой очереди, тогда, конечно же, время-то пропадет. То есть, соответственно, здесь уже проявляется ответственность и сознательность пациента. То есть, если по каким-то объективным причинам он не может посетить врача в этот день, то он должен понимать, что нужно обязательно перезвонить тогда и предупредить, чтобы это время было отдано другому нуждающемуся. Чтобы у нас не получилось так, что вроде и очередей у нас в больницах нет, и врачи сидят, и, в общем-то, одни в кабинете. Да, кто-то в этот момент не смог попасть, потому что время было занято несознательным пациентом. То есть, соответственно, здесь наше обоюдное. И нас как пациентов, и... Ну, мне кажется, это нужно разъяснять пациентам, людям, чтобы они понимали свою ответственность и халатно к этому не относились к вопросу. Это уже будет, наверное, наш следующий шаг. Мы хотим еще сделать смс-рассылку прежде, перед консультацией, чтобы человек записан, чтобы человек приходил смс, что он записан на какое-то время к какому-то доктору. Чтобы человек, если забудет, соответственно, мы будем его напоминать. То есть, у нас все становится цивилизованным. То есть, как в дорогом салоне красоты, когда вы записываетесь на время, например, к стилисту, да, вам несколько раз перезвонят, или вам придет смс-оповещение о том, что сможете ли вы подойти, или не сможете ли вы подойти. То есть, мы ценим каждую минуту и времени врача, и времени, конечно же, пациента. Ну, замечательно. Сил вам, удачи. Я надеюсь, что все, конечно же, получится, и пациенты будут у нас ответственными, и будут приходить вовремя на прием к врачам. Но все-таки мне еще хотелось бы уточнить по постам качества, Инна С. Евгеньевна. Насколько они помогают справиться с сложными конфликтными ситуациями? Насколько они разряжают обстановку? Я практически на 100% уверена, что там, где будут у нас и есть посты качества, они очень много проблем могут снять в режиме онлайн. Человеку будет не просто разъяснено, и будет по возможности решена его проблема. И если в течение, так сказать, беседы это решиться невозможно, она будет записана, и она будет дальше разбираться и решаться. Ну, таких пока, слава Богу, у нас ситуации не было, когда было действительно невозможно решить в режиме одного дня. Но мы хотим работать на перспективу. И самое главное, вы понимаете, это еще дополнительный ликбез нам, нам, простым пациентам, которые мы где-то что-то слышали, где-то что-то знаем, да. А здесь мы получим квалифицированную, грамотную помощь, где нам все подробно разъяснят. При этом, я считаю, что и сами медики не должны стесняться заходить на посты качества и задавать те вопросы, которые также у них возникают, да, в момент работы. Потому что это именно наша, так сказать, вот эта связочка, которая принесет свои плоды в обязательном порядке. То есть это поможет прогрессить, я думаю, очень много конфликтных ситуаций, которые иногда бывает просто чисто на эмоциональном фоне даже возникают. Такое тоже бывает. Потому что мы, когда становимся пациентами, если у нас что-то болит, а хуже всего, когда болит у наших близких, мы иногда ведем себя тоже не совсем адекватно. Да. И это поможет нам объяснить правильность наших поступков, наших решений. Нам консультация будет дополнительная. Ну и самое главное избежать негативных последствий, эмоций, да, и каких-то проблем, которые потом уже будут гораздо тяжелее разобрать. Я желаю вам только сил, чтобы все ваши задуманные идеи обязательно реализовались. А мы будем в этом помогать и рассказывать нашим замечательным зрителям, нашим уважаемым пациентам о тех новшествах, которые появляются в наших лечебных учреждениях. Это была программа «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok